8,5 тысяч американских военнослужащих приведены в состояние повышенной готовности для возможной отправки в Европу из-за напряженности на границе Украины и России. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Министр обороны Остин привел ряд воинских частей в Соединенных Штатах в состояние повышенной готовности к переброске. Это повышает нашу готовность, если НАТО активирует силы реагирования или возникнут иные ситуации. Кирби отметил, что решение о том, отправится ли дополнительный контингент из Соединенных Штатов на восточный фланг Альянса, пока не принято. Что касается Европы, на континенте много военных возможностей. Я совершенно не исключаю вероятности перемещения войск на самом этом театре и для поддержки союзников по НАТО на восточном фланге. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты осуществляют тонкую настройку своих военных планов на случай гипотетического вторжения России в Украину, что создает угрозу для восточноевропейских государств НАТО. По ее словам, цитата, у нас есть священная обязанность обеспечивать безопасность наших стран на восточном фланге. Я думаю, важно помнить, кто здесь агрессор. Это не Соединенные Штаты, не те страны восточного фланга. Это Россия, которая стянула десятки тысяч войск на границу с Украиной. Деэскалация в их власти. Мы определенно приветствовали бы ее. Конец цитаты. Проблемы безопасности, украинский кризис и сдерживание России обсудил по видеосвязи с руководителями Германии, Франции, Италии, Британии и Польши президент США Джо Байден. У меня была очень, очень, очень хорошая встреча, полная единодушия с европейскими лидерами. Москва называет позицию Запада истерией.